В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о приготовлении полусухих и полусладких вин, а точнее вин с остаточным сахаром. И самая основная тема, которую мы сегодня затронем, это тема расчетов. Как рассчитать, как понять, когда нам останавливается брожение, и сколько спирта, и сколько сахара у нас получится в вине. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. И с нами все это понятно и доступно. Прежде чем мы перейдем к конкретным расчетам, нам надо понимать, что такое полусухие, полусладкие, в принципе, даже десертные вина, что такое вина с остаточным сахаром. Я подчеркиваю это слово, с остаточным. Это не добавление сахара поэтапно или не поэтапно, или по какому-то рецепту. Нет, это знание и понимание технологий. Чем и какими путями мы можем этого добиться? Вариант первый. Мы берем очень сладкую ягоду. Этот сезон, кстати, шикарно позволяет делать вина такого плана. В некоторых сортах сахар 26 и выше брикс. То есть этого более чем достаточно. Вариант второй. Мы тоже берем очень сладкую ягоду, но над ней немножечко колдуем. То есть мы снимаем ягоду с куста, ее подвяливаем. И тогда уже используем для виноделия. Вариант три. Если у нас... Ну, вот сняли мы ягоду с каким-то определенным количеством сахара. Мы ее немножко подбродили, а потом добавили спирта. Все. И оставили опять же этот вот сахар. Еще раз подчеркиваю, это не добавление. Это оставление того виноградного сахара, который есть в ягоде. Почему это важно? Почему вообще мы делаем так? Проще сахара досыпать. Потому что ароматика будет совершенно другой. Когда мы делаем вино с остаточным сахаром. Особенно если мы его концентрируем. Если мы используем ягоду с высоким содержанием сахара. Если мы эту ягоду заизюмливаем. Сюда же, кстати, относится технология ледяных вин. Но это очень сложно. Конечно, технологически. То есть мы концентрируем все, понимаете? Ароматику, сладость. Ну, все. А когда мы тупо досыпаем сахар, мы тупо досыпаем сахар. Мы получаем сахарный сироп. Да, ну, без особой такой ароматики. Ну, а теперь приступаем именно к расчетам. Как нам все это рассчитать и понять. Да, в какой момент нам надо остановиться. Сколько сахара, сколько спирта мы получим. Для того, чтобы нам применять вообще хоть какие-то расчеты, нам надо знать начальное количество сахара в сусле. Это одно из практически обязательных условий. Без этих знаний все остальные расчеты, ну, это так, пальцем в небо. Чем можно измерять? Можно измерять рефрактометром, где нам достаточно капли. Можно измерять ариометром. Они бывают разные. Бывает такой бытовой поплавковый виномер сахаромер. Бывает большой там. С несколько другой шкалой. Сразу говорю для тех, кто использует маленький поплавковый виномер сахаромер. Им вы измеряете только сахар. Потому что один из самых частых вопросов, я померила, у меня там сахара условно 6 и спирта условно 6. У вас только сахара 6, а спирта там может быть на самом деле и 26. Ну, это я утрирую, конечно. Но если вы добавили, да, то в теории может быть и спирта 26. Поэтому еще раз запомнили, что там мы смотрим только шкалу сахара. Итак, смотрите, с чего мы начинаем. Мы измерили, сколько сахара у нас есть в сусле. И от него рассчитываем потенциальный спирт, который мы можем получить. Пример. 20% сахара умножаем на коэффициент 0,55. Вообще коэффициент спиртообразования, он, по-моему, где-то от 0,53 до 0,6 может быть. И зависит от типа дрожжей, от других различных факторов. Ну, мы считаем по среднему 0,55. Итого мы получаем максимально 11% спирта. Вот здесь, в принципе, даже на таком материале можно сделать вино с остаточным сахаром. Но здесь у вас часто возникает вопрос. А сколько мне спирта оставить? А в чем разница между 9 и 11? Между 11 и 12? Дорогие друзья, на этот вопрос вы себе отвечаете самостоятельно. Я за вас его не решу. Я вам даю инструменты, а уже пользоваться им вы, пожалуйста, сами. Здесь что надо понимать? С одной стороны, спирт – это консервант. Чем больше, тем вино стабильнее. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, чем больше спирта, тем больше он начинает чувствоваться вине. И самое важное – это вине должен быть баланс. Смотрите, если… Ну, я говорила вам о такой технологии, как изготовление сладкого вина из изюминого винограда. Там у нас концентрируется все. Да, там концентрируется ароматика, там концентрируется сахар, там концентрируются кислоты. И там высокий спирт – это нормально. Даже 14% вполне могут быть приемлемыми. И вам будет вкусно. Вы даже можете этот спирт не почувствовать, хотя он там есть. А с другой стороны, если вы делаете тонкое, легкое вино, вообще надо понимать, что вины бывают разные. И есть такое понятие, как стиль вина. Так вот, он может быть легкий, да, он может быть плотный. Если кому-то это непонятно, вы чай можете как заварить? Заварить чуть-чуть, заварить средний, заварить такой вообще чфир. И здесь все то же самое. Оно может быть легкое, да, оно может быть концентрировано. Так, чем легче вино, тем содержание спирта будет чувствоваться сильнее. Поэтому, вот чисто теоретически, можно сделать вино, например, 9,5% и чуть-чуть заставить сахаром. Опять же, да, ваш вопрос. Сколько сахара мне оставлять? Смотрите, у нас вкусовые рецепторы очень разные. И восприятие сахара тоже разное. Кому-то сахара надо столько, чтобы ложка стояла, да, а кому-то достаточно чуть-чуть. Вот я в вине в сусле ощущаю сахар на уровне даже 2%. 2% это 2 за грамм на литр. Примерно, да. То есть я это уже ощущаю, мне уже сладко. Кто-то, может быть, надо в 2-3 раза больше. Поэтому еще раз, я вам рассказываю расчеты. Вы ими пользуетесь самостоятельно. Предположим, да, мы так делаем легенькое вино и понимаем, что нам хватит 9,5% спирта. Соответственно, делаем обратный счет. 9,5% делим на коэффициент 0,55. у нас получается, ну, где-то вот 17,3 грамма сахара. Это то, что дрожжи могут скушать. И остается сколько? 20 минус 17,3, 2,7. То есть 27 грамм на литр. Да, мы можем посчитать по-другому. Можно сделать 11 минус 9,5. Да, сколько у нас тут получается? 1,5% спирта мы можем отдать на сахар. Его делим на 0,55. И получаем те же 2,7%. Здесь вроде бы все понятно. Теперь, как нам засечь эти 2,7%? Я вам говорила уже об измерительных приборах. Вы можете взять вот этот вот поплавок, виномер, сахаромер и замерить им. Конечно, будут погрешности. Я хочу, чтобы вы это понимали. И четко мы никогда не рассчитаем. Но плюс-минус, там, возле 2,5 циферка увидели, все. На этом можно останавливать изображение. И примерно вокруг этих цифр у нас получится наше вино. Если мы меряем рефрактометром, то здесь будет расчет немножко другой. Значит, смотрите. У нас есть вот такая чудная табличка. Эта табличка есть на нашем сайте. Я вам под роликом ссылку оставлю. Если кто-то будет смотреть на Дзене, там бывает проблемно оставлять ссылки. Значит, сайт «Виноград в Минске». Закладка «Блок». Выбираем виноделие. Так, полистали, полистали, полистали. И вот наша статья. «Домашнее шампанское или пятна?» Открываем, листаем. И вот она, наша табличка. Все для вас есть. Итак, помним, сколько у нас потенциально дает спирта наш сахар? Так, убираем, смотрим. Вот наша цифра 11. Алкоголя нам покажут 4 Брикса. Соответственно, все, что выше 4 Брикс, это будет остаточный сахар. Опять же, я еще раз повторю, что расчеты приблизительные, потому что все равно, да, мы видим здесь шаг большой. Я не нашла, к сожалению, таблицу, как бы, более подробно. Уже какая есть. Но, примерно, чтобы вписаться в наши параметры, если мы в рефрактометре видим цифру 6 при начальных 20 Бриксах, да, значит, вот у нас чуть-чуть сахара остается, даже 7, да, еще более-менее остается алкоголь. Смотрите, есть ниже еще одна табличка. Она сделана для расчетов 20 Брикс первоначальных. Вот, видите, при полном выбраживании они показывают спирт 12. Это вот разница коэффициентов. Я вам говорила, что можно использовать там 0,55, можно 0,6. Они используют 0,6. То есть при максимальном выборке, при 20% изначальных сахара, у вас максимально может быть 12% спирта, и, соответственно, 4,5 Брикс показать рефрактометр в конце. Ну, опять же, да, какими коэффициентами вам оперировать, вы решаете сами. Я это напоминаю. Я в своей работе везде использую 0,55. Я вам говорю, что коэффициенты могут быть разные. Отсюда чуть-чуть разница в расчетах. Если мы берем, что у нас спирт 12, да, мы видим 4,5 Брикс в рефрактометре, опять же, прибавляем там где-нибудь 2,5% сахара, что получаем где-то 7, чуть-чуть выше 7 Брикс. Все, можем на этом моменте останавливать брожение. Так, этот момент нам понятен. Да, все вроде бы хорошо. Но вы думаете, нет, все-таки вот, ну, мы же с вами отняли, да, у нас в итоге получается где-то там 9-9,5% спирта. И для себя вы понимаете, что нет, все-таки маловато. Еще раз повторяю, это вы принимаете для себя. Или даже 11 вам может быть маловато. Да, смотрите, вот, допустим, синий виноград, он такой достаточно насыщенный, но вот у него вот такая, не самая высокая сахаристость. При этом вы его так долговато подержали на мезге, неделю, может, не 10, может, даже дождались, пока шапка упала, да, то есть вину получится плотненькое. И поэтому спирта бы к нему хотелось, и сахарка бы еще оставить. Что делать в таком случае? Доспиртовывать. Смотрите, расчеты у нас будут похожие. Опять же, давайте подумаем, сколько сахара нам оставить? Мы не знаем. Мы вообще не знаем. Идем и пробуем. Попробовали? Понятно, что бродящее смысл, оно еще в дисбалансе. Но вот вы попробовали, понимаете, что вот такой сахарок, вам вот нормально так, ну, вот вам вкусно. В этом случае вы замеряете сахар, который есть на этот момент. Лучше в таком случае использовать ориометр, вот этот поплавочек. Он даст более точное значение, потому что замерить вам в процессе будет достаточно сложно. Но с другой стороны, с другой стороны, к примеру, вот вы замерили, да, рефрактометром, у вас получилось 15 брикс. это тот момент, когда вам вкусно. А первоначальное у вас было 20. То есть на самом деле спирта у нас еще не так много, чтобы он дал показатели. Да, поэтому мы можем пользоваться этой голой цифрой, то есть какими-то вещами можно пренебречь. Мы не на заводе, где нам надо прям четкие цифры. Значит, смотрите, у нас было 20, осталось 15, но в этот момент вкусно. И что у нас получалось, что дрожжи съели только 5%. 5 умножаем на 0,55. У нас получается 2,75 спирта. Нам же надо доспиртовать до 11. 11 минус 2,75. Давайте возьмем 3 для удобства расчетов. Итого нам надо добавить еще 8% спирта. По спиртованию, друзья, есть очень много очень сложных формул. Я сейчас останавливаться подробно на этом не буду. Я вам дам самый простой расчет, самый простой. А потом отдельно я вам покажу более сложный и тот, который более-менее не считаем. Потому что там реально все сложно. И много-много формул, через которые все это надо пересчитывать. Так вот, для повышения на 1% нам надо 20 мл водки на 1 литр сусла либо 10 мл 80% спирта. Еще раз повторю. Это примерные расчеты. Но, как говорится, если вам срочно, если вам горит, если вы не хотите вникать в математику, пользуйтесь вот этим. Если у вас даже спирт 96% или там 86%, возьмите эту цифру, спирт в процессе немножечко уходит. Поэтому можете просто пользоваться этой цифрой и не дурить себе голову. И таким образом спиртовать. То есть нам надо сколько? 8%. Соответственно, 160 мл водки на литр. Ну, понятно, что по литражу своему его тоже пересчитывайте. Я думаю, уже с этим вы легко справитесь. Либо 80 мл спирта на тот же литр. Еще раз подчеркиваю, на 1 литр. Значит, это мы с вами считали, ну, скажем так, на низкосахаристые суслы. Давайте с вами посчитаем на какое-нибудь более высокосахаристые. Ну, на самом деле, в этом сезоне у некоторых сортов 25% это среднее. Есть и 27,5%, но давайте считаем 25%. В процентах сахара умножаем на наш коэффициент 0,55 так и получаем 13,75. Давайте сразу посмотрим, если на 0,6. 25 умножить на 0,6 это получается 15. То есть, видите, такое вот довольно крепкое и даже если мы смотрим по более низкому коэффициенту, по более низкому, то 13,75 это уже такой, ну, достаточно высокий спирт. Опять же, смотрите, сколько спирта должно быть. Идете в магазин, поворачиваете бутылки себе к этикеткам, да, и смотрите там 10, 11, 11, 13. То есть, это цифры такие вот средние. 9, 10 это хорошо для легких светлых вин, в принципе, от 10, 11 выше для красных. Но еще раз повторю, что чем плотнее, тем лучше, чтобы спирта было больше. Но давайте с вами вот на цифре 12 определимся. Вот нам надо 12, значит, ну, 13,75 от него 12, у нас получается 1,75. Спирта лишние, и мы их можем отдать на сахар. 1,75 делим на 0,55 и получаем ну, там 3,18,18 будем считать 3,2 сахара. Это 32 грамма на литр. Это как бы более чем достаточно. И если у вас сусло изначально 25%, то вы вполне себе можете позволить без каких-то лишних манипуляций получить. Ну, так будет, наверное, не полусладкое, полусухое. Но опять же, вы можете попробовать это же сусло в какой-то момент замерить сахар и сравнить ваши ощущения с вашими приборами. Примерно как оно получается. Теперь опять возвращаемся к нашей табличке. Ищем наш алкоголь 13,75 у нас есть 13,5. Второе значение 15. Мы даже можем выбрать следующее. Смотрите. 14,75 следующий. То есть у нас конечные показатели в рефрактоне требуют от 5 до 5,5. Соответственно, все, что выше это сахар. Померили. Да, где-то немножечко вы можете ошибаться. Но еще раз повторю, что нам очень точные цифры неважно, вот можно брать 5,5. Так, сколько мы там рассчитали? Нам где-то 3 сахара надо. 5,5 плюс 3 получается 8,5. Там даже у нас 3,2. Значит, где-то между 8,5 и 9 брикс, если вы видите на рефрактонетре, все. брожение можно останавливать. Как и чем останавливать брожение? У нас есть, скажем так, два инструмента. Первый – это температура. Второй – это химические способы. Температура самая надежная – это пастеризация. Я подробно не останавливаюсь на этом процессе. Есть отдельные ролики, можно посмотреть. Второй – это холод. Держать при температуре плюс 1, плюс 2. Но, к сожалению, у нас у большинства домашних виноделов такой возможности нет. Поэтому пастеризация. Второй вариант – это добавление серы либо консерванта сорбата по-моему, калия. Буквально, наверное, вчера я где-то в учебниках встречала, что с сорбатом калия есть нюансы не всегда и не все останавливается. Сера в этом плане более надежна. По сере, по сорбату калия я вам дозировки точно не скажу. Опять же, я вам дала инструмент, уже дальше немножечко поищите сами. Я на все не разорвусь, чтобы прям дать полную информацию. Мне тоже на это надо время, которое у меня очень ограничено. Ну, мы с вами разобрали те случаи, когда виноград в принципе набирает свой сахар и нам этого достаточно. если что, чуть до спиртон. я вам говорила, что одна из технологий вин с остаточным сахаром в принципе сладких вин подразумевает заизюмливание. Кстати, еще сюда же можно подогрев винограда при температуре 40-45 градусов в течение суток-двое от 2 до 4 процентов сахара поднимается. Там это происходит не за счет увяливания, а за счет скажем так сгорания яблочной кислоты. То есть яблочная кислота переходит в сахар. Те, кто не верит, гугл в помощь, потому что в прошлом году мне писали, да вы что, такого не может быть. Ну, наверное, химикам лучше знать, да? Вся информация доступна, все ее можно найти и проверить. Это способ А, способ Б это увяливание. До сколька увяливать? Да сколька хотите. Тут хозяин барин. Смотрите, промышленные технологии, вот когда делают вино из изюмленного винограда, там виноград может даже несколько месяцев лежать и увяливаться. И там тоже есть несколько разных технологий. Мы будем немножко подвяливать виноград, мы будем делать сладкое вино. То есть поэтапно, что мы делаем, я покажу. Сегодня основная наша тема была расчеты, ну и немножечко вот еще каких-то таких технологий я вам оглашаю. одна из технологий это речетто, когда виноград складывают в прохладном помещении, в прохладном. Вот он несколько месяцев там лежит, по-моему, вплоть до полгода. В этот момент он часто, ну надо только чтобы проветривалось хорошо, он часто заселяется благородной плесенью и за счет этого происходит концентрация всех веществ, потери влаги. есть технология заиземливания, испанцы используют соломенное вино, да, когда на соломенных матах на солнце виноград увяливается, кто-то увяливает в тени, то есть тут, пожалуйста, широкий спектр, ну и когда увяливать. Расчеты у вас есть? Есть, соответственно, вы можете посмотреть, сколько вам надо. Увялись можно там до 30, 35, даже 40 процентов сахара, уже больше не надо, больше бродить будет очень тяжело, но вот до 30, до 35 смело можно попробовать. И дальше, как работать с таким виноградом? Будем проходить подробно, но такие сусла они бродят медленно и наша задача, чтобы они бродили медленно, бродили в прохладной температуре. И еще, такие вина часто снимают с осадка. Вот это вот народная рецепта, где сначала налей ватой, добавим сахар, тра-та-та, поэтапно и потом бесконечно снимай с осадка, вот частично она как бы имеет определенный смысл. Когда мы часто снимаем с осадка, мы забираем у дрожжей питание, мы уносим часть дрожжей и таким образом брожение замедляется, замедляется и замедляется. Соответственно, мы, зная процесс, можем пускать его себе на пользу. Если мы вот хотим опять же стабилизировать вино с остаточным сахаром, взяли, даже пусть не заизюмлено, мы взяли 27%, виноград у нас так созрел, у нас так созрел в Белоруссии, еще вот висит на кустах, да, мы взяли, мы его можем медленно сбраживать, мы его можем снимать с осадка и таким образом способствовать стабильности. Бражение само потом остановится. Опять же, кто-то говорит, дикие дрожжи там не выбродят выше 14%, дикие дрожжи не выбродят выше 15%, и на самом деле дикие дрожжи иногда бывают очень дикими и могут выбродить больше. Так вот, чтобы они лишнего там не подбродили, то снимаем с осадка, даже можно оклеивать сусло, желатином и таким образом лишать дрожжей питательных веществ, брожение замедлять и у нас получится в итоге хорошая стабильная мина. И опять же, здесь нам на помощь приходят нормальные, как я их называю, человеческие гидрозатуры по типу сообщающихся сосудов, потому что брожение медленное и вот там чуть-чуть по разнице уровней, мы будем видеть, что брожение идет. Перчатка здесь нам вообще не помощник. Дать будет кучу комментариев, перчатки, файли, что делать? Ничего не делать. Соответственно, да, мы можем способствовать замедлению брожений и в принципе тогда оно само там остановится на каких-то уровнях и нам этого будет достаточно. Если вы используете культурные дрожжи, то в таком случае можно брать дрожжи, которые имеют низкую толерантность к спирту, то есть они там дают 9-11% спирта и все, потом сами благополучно умирают. Можно использовать такие, но опять же учтите, что кроме дрожжей сахара едят еще и другие микроорганизмы, поэтому все равно стабилизация вина, она желательна. Все-таки пастеризация вообще сто процентов надежна, но холод не всегда есть возможность. Что с большей вероятностью будет храниться, это вино, у которого будет 16% спирта, 16% сахара. Это правило Делли, вот такие вина, как правило, хранятся, хотя там тоже бывают иногда нюансы, в научной литературе они написаны. Да, они бывают крайне редко, но вам надо об этом знать, что. Такое может быть. Как сделать 16% сахара, 16% спирта? Садимся, считаем, надо доспиртовываем, надо виноград вялим, то есть тут вы уже сами распоряжаетесь своими ресурсами, своими средствами и получаете тот результат, который вы хотите. Заморочено, да, может быть, но на самом деле вспомнить немножко уроки математики, да, чуть-чуть сесть, посчитать и все получится, при этом результат получится действительно классный. Хотя, конечно, решать в итоге вам, потому что употреблять ваше вино в итоге все равно вам. Надеюсь, ролик был полезен. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка вот на ту табличку и наши контакты. И до новых встреч!